Искусственный интеллект в сфере медицины и инфракрасный гигрометр для нефтегазовой промышленности сегодня презентовали башкирские разработчики представителям фонда Сколково. В Уфе сегодня проходит инновационный марафон «Фабрика стартапов», где инноваторы и предприниматели могут обменяться опытом, найти будущих партнеров и инвесторов. На месте работает и наш корреспондент Кира Николаева. Все подробности в ее материале. Теперь назначение лекарств пациентам с почечной недостаточностью – прерогатива компьютера. Программное обеспечение, которое разработал Виктор Тимошин и его единомышленники – настоящий переворот в медицине. В систему вносится полный анализ больного, а далее дело техники. Программа, анализируя источники болезни, сама назначает лечение и исключает побочные действия лекарств, сравнивая реакцию на них предыдущих пациентов. Ошибки практически исключены, считают разработчики. Свой проект авторы хотят реализовать не только в республике. У нас возникла сейчас уверенность в своих силах, и мы надеемся на то, что мы сможем выйти не только на рынки Российской Федерации, но и на зарубежные рынки. Тут требуется помощь не только финансовая, но и интеллектуальная. Мы надеемся ее получить. Всего на инновационном марафоне «Фабрика стартапов» презентовали 9 из 20 заявленных проектов. Они направлены на решение проблем в таких сферах, как медицина, образование, жилищно-коммунальное хозяйство, дорожное строительство и промышленность. Многие разработчики уже имеют крупных клиентов в России, но желают выйти на международный уровень. В этом они рассчитывают на помощь фонда «Сколково». Данная печь-сессия сегодня была направлена в большую степень таким неким первым этапом поиска потенциальных резидентов. И эти компании, которые наберут наибольшее количество баллов, согласно оценочным бюллетеням экспертов, смогут стать первыми дистанционными резидентами онлайн-инкубатора, который будет запущен в ноябре этого года. Здесь площадка предполагается как коммуникационный центр, где будут работать и уфимские специалисты, и наши гости. А сегодня здесь приехала делегация фонда «Сколково», которая рассматривает наши инновационные проекты, которые были отобраны в ходе республиканской конституционной программы. В инновационном марафоне принял участие глава региона Радий Хабиров. Он ознакомился с проектами, посетил секции, семинары и выразил надежду, что именно проекты башкирских разработчиков получат высокую оценку от экспертов отрасли. Отмечу, так сегодня в рамках проведения мероприятия в бизнес-центре «Фабрика будущего» открыли шесть новых площадок по инновационной работе для молодежи и бизнеса. По результатам марафона авторы самых перспективных идей получат шанс стать резидентами «Сколково». А это упрощенное получение патентов и выход на международные рынки. Те же авторы, которые не получили сегодня одобрение, имеют шанс доработать свои проекты для следующей презентации. Кира Николаева, Рамиль Хайрулин, Новости РБК УФА. И к другим важным новостям. Число заболевших коронавирусом в Башкортостане постепенно начинает увеличиваться в связи с возможным ухудшением эпидситуации. В Уфе дополнительно подготовят 200 коек для пациентов с COVID-19. Об этом на совещании в формате «Здравчас» доложил министр здравоохранения региона Максим Забелин. По данным ведомства, за время пандемии в республике зарегистрировано более 8,5 тысяч заболевших. Ежесуточный прирост пациентов, инфицированных коронавирусом, составляет полпроцента. Но и в то же время количество выздоровевших достигает 93% от общего числа заболевших. Летальных исходов в республике 36, что не превышает полупроцента. И это один из самых низких показателей в стране. В медицинских учреждениях создан необходимый запас лекарств и средств индивидуальной защиты. Совершенно точно нам, видимо, придется возвращаться к определенным, более строгим правилам соблюдения сарентарных патемиологических норм. Конечно, речи пока не идет о том, чтобы мы кого-то закрывали или останавливали производство, или самоизоляцию кому-то объявляли. Пока, еще раз говорю, пока об этом речи не идет. Но точно речь идет о том, что мы все с вами немножко расслабились. Ну и отмечу, что по данным Минздрава, в республике также продолжается рост числа больных вне больничной пневмонии. За последние сутки зарегистрировано 110 случаев. Полным ходом в республике идет и вакцинация от сезонных заболеваний. Но вот по данным Минздрава, прививки от гриппа уже сделали более 580 тысяч человек. Общее число вакцинированных планируют довести до 2 миллионов человек. 10 школ построят в Уфе на принципах государственно-частного партнерства. Образовательные учреждения смогут принять более чем 13 тысяч детей. Но это содействие в реализации проекта окажет госкорпорация веб.рф. Капитальные гранты на объекты будут выделены из федерального и республиканского бюджетов. Также власти обещают найти средства из внебюджетных источников. Для реализации проекта создана рабочая группа с участием представителей Министерства образования и администрации Уфы. Предельный уровень капитального гранта для республики Башкортостан составил 45% от утвержденных нормативов НЦС, нормативов цен строительства. Коэффициент софинансирования капитального гранта 2% за счет субъекта, 98% за счет федеральных средств. Софинансирование платы консидента на этапе эксплуатации составит не более 60% из федерального бюджета. Правительство региона отмечает, что площадки для строительства новых школ уже определены. Предполагается, что все процедуры согласования проекта завершатся к концу этого года. Ну а уже во втором квартале следующего строители приступят к возведению объектов. К этому часу это все новости. Еще больше информации на нашем сайте rbctv.ru Продолжение следует...